Это программа Точка зрения. В студии Михаил Фоменко. Здравствуйте. Тема сегодняшней беседы не самая простая. Мы долго думали, с чего начать эту программу. Решили начать, просто прочитав вам строки из Википедии. В этом мы сегодня будем о детях с генетическими заболеваниями, в частности, с синдромом Дауна. Что пишет наша Википедия? Медицинский специалист по этике Рональд Грин утверждает, что родители должны избавить свое потомство от генетического вреда. Они высказываются за раннюю диагностику и о прерывании беременности, если известно, что ребенок будет больным. Цитата. Точка зрения как нечто заменяемое. То есть, плод один заменяется другим. И если семья планирует завести второго ребенка, то практически к ней жертвует первым. Напоминаю, это программа Точка зрения. Мы работаем в прямом эфире. Телефон наш 578-555. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, рассказать свои истории. А с этим вопросом будем разбираться с гостями в студии. Сегодня у нас Елена Левинцева, руководитель проекта Родительская Академия, которая работает в рамках проекта Дорога к Дому. И Татьяна Смирнова, участник проекта Родительской Академии. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вам такое начало? Что можете сказать? Ну, что можно сказать? То есть, в принципе, да. То есть, как бы возлагать ответственность на общество нельзя. То есть, с точки зрения того, что любите нас такими, каким мы есть. То есть, мы рождаемся, а вот вы нас должны любить. Нет, конечно. То есть, это очень страшно. То есть, никому не охота. И вряд ли кто-то желает родить ребенка с какими-то генетическими или какими-то другими отклонениями. Конечно, это ответственность. Это очень большая ответственность. То есть, с этим спорить нельзя. Но в то же время, лишать ребенка жизни или вообще какого-то существования только из-за того, что он не такой, как все, это тоже неверно. Я еще хочу сказать, что здесь же вещи гораздо более глубокие. Это отношение к трудностям. И вообще, что тогда представляет собой жизнь. И кто сказал, что теперь, если у тебя будет двойка или ты будешь не способен читать, то тоже тебя, может быть, отстранить из школы, дабы учителя не тратили на тебя лишнее время. И, понимаете, постановка такого вопроса может зайти очень далеко, с одной стороны. А с другой стороны, посмотрите, сегодня многими родителями любимые детские сады Монте-Сори были созданы когда-то для детей с умственной отсталостью и как коррекционные программы. И как раз на многих таких трудных вещах, в том числе, например, инвалидность по зрению или там еще какие-то нарушения у людей привели к замечательным открытиям в области медицины, психологии и разных других. И такое принятие разных людей вообще развивает общество. И тогда такой вопрос, готовы ли мы отказаться тогда от трудностей-развития? Насколько готовы общество принимать таких людей? Если мы посмотрим на наш город, город не приспособлен для жизни даже, допустим, людей-колясочников. То есть среда неблагоприятна, хотя есть определенные программы, есть усилия властей, что-то пытаются изменить. Насколько комфортно другим людям жить в нашей среде? О них ведь тоже нужно думать. Ну это да. Наш город, он в принципе для людей с ментальной инвалидностью и вообще интеллектуальной недостаточностью, если так говорить. То есть достаточно подготовлен, так будем говорить. То есть есть условия для развития детей, но их недостаточно. То есть, конечно, их мало. То есть есть у нас преодоление, которое занимается детьми, но того количества занятий, которые проводятся сейчас с детьми, их очень мало. То есть одно занятие в неделю, это крайне мало для ребенка с синдромом Дауна. То есть как бы со специалистом занятия, повторюсь. Потому что ему требуется ежечасное, ежеминутное занятие. Он не способен к самостоятельному самообучению. То есть это его, конечно, самый большой минус, такая черта его, которая неспособность к самообучению. Ему все, его всему нужно учить. Тем не менее, я хочу добавить, что в среднем по стране 85% отказов от таких детей. У нас, череповцы, эта цифра составляет около 20%. И как раз говорит о том, что наш череповец достаточно благоприятен для различных людей. И с одной стороны, а с другой стороны, ведь все равно учат студентов на кафедре дефектологии. Учат много специалистов, много программ. И действительно, мы-то призываем не к тому, чтобы тратить на нас дополнительные деньги, а в том числе продолжать развитие, в том числе и человеческое, в области педагогики, коррекционной педагогики. И предлагаем, возможно, родители и сообщества предлагают работу тем дефектологам, которым было бы интересны различные возможности проявления психики человека, его способности человека. Я рад за наших педагогов. А как будут жить эти люди, которые родились с этим синдромом? Где они будут работать? Как они будут обеспечивать? Ну вот на это, в принципе, и направлены все наши усилия. То есть, чтобы не просто создать условия, то есть, создать какие-то либо мастерские, или еще выделить какую-то специальность, чтобы их труд, который они бы создавали, то есть, он был обезличен, чтобы они не были, допустим, парикмахерами или еще кем-то, а, допустим, какая-нибудь роспись по дереву или еще что-то. То есть, в принципе, ведь дети с синдромом Дауна и вообще с хромосомными заболеваниями, они очень одарены в плане творческом. Но это, конечно, как бы домыслы, но имеют место такие домыслы. То есть, даже, допустим, если взять Вологду, там есть девочка, она закончила школу с синдромом Дауна, закончила коррекционную, конечно, школу с отличием, и сейчас учится в колледже по росписи по дереву. То есть, в принципе, человечек достаточно самостоятельный, то есть, у него будет самореализация, то есть, он, в принципе, это не будет обузой обществу. В этом большой плюс. Вот вопрос. Наше общество все-таки не супертолерантное. То есть, как вообще относятся люди, когда встречают людей? Вы знаете, вот я не встречала на своем, вот ребенку у меня уже 5 лет, то есть, недавно исполнил, я не встречала на своем пути людей, которые бы негативно как-то отнеслись к моему ребенку или к тому, что я как бы приняла данного ребенка. То есть, если ты сам к нему относишься, если ты сам принял внутри своего ребенка, такого, какой он есть, то есть, весь мир точно так же. Да, интересуются, то есть, как спрашивают, но на этом мы, в принципе-то, родители и нужны, чтобы донести до людей, до других, что это такое синдром Дауна. То есть, как бы, что нам, допустим, очень важно, чтобы ребенка не называли Дауном, а называли именно, то есть, Дауненком или человек с синдромом Дауна. Это очень важно. То есть, как бы, все-таки это несколько оскорбительное и нарицательное название Дауна в России. То есть, как бы, то есть, надо иметь это в виду. И родителям, то есть, как бы, нужно не бояться общаться с людьми, то есть, донести до них, что это не страшно. То есть, это, в принципе, не болезнь, это синдром. Ну, родился ребенок такой, какой он есть, но примите его вот таким вот, как бы, ну, не такой он. У него лишняя хромосома. Здесь нужно сказать, что Татьяна как раз воспитывает ребенка с синдромом Дауна, и кто, как не вы, лучше разбирается в этом вопросе. Давайте вернемся на шаг назад. Скажите, вот, готовились к передаче, смотрели интернет, есть даже уже несколько судебных дел, когда люди подают в суд за то, что детей с синдромом Дауна называют инвалидами, либо больными. Это все-таки болезнь или нет? Как к этому относиться? Ну, на мой взгляд, это не болезнь. Она не лечится. То есть, нету лечебной или волшебной таблетки, которая бы вот нас растут, то есть, как бы, и мы стали бы здоровыми. То есть, все, кого я встречала, специалисты в области генетики, они практически хором утверждают, что только коррекционная педагогика, она, в принципе-то, сделает вашего ребенка, ну, любовь и ласка, естественно, то есть, только те дети, которые воспитываются в семье, что-то и чего-то могут добиться, то есть, не те, которые в интернате. Ну, и плюсом коррекционной педагогики, они сделают вашего ребенка, в принципе, практически таким же, как все. Хочу еще тоже подчеркнуть, с одной стороны, если помещать такого ребенка в интернат, то есть, семьи будут отказываться, то государство тратит гораздо больше денег. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрите, сколько у нас проблем в городе, нереализованных людей, там, пенсионеров, еще кого-то, которые бы хотели кому-то оказывать помощь, поддержку, внимание, и были бы нужны бы сами. И когда человек реализован, он сам меньше болеет, он меньше уходит в зависимое поведение и меньше, может быть, досаждает окружающим, потому что как раз много проблем общество достигает, доставляет люди, которые не знают, куда себя деть и куда деть свою энергию. Поэтому цель вот как раз создания такого сообщества – это поиск, ну, объединения различных ресурсов, в том числе ресурсов, которые на сегодняшний день не использованы. И, например, взрослеющие дети с синдромом могут поддерживать тех, кто гораздо моложе. Но это опять построение сообщества, которое замкнуто само на себя, то есть внутри нашего рода. Не обязательно само на себя. Мы как раз и говорим, что надо исследовать и смотреть, можно и расширить. Можно даже вот как бы своего рода привлечь к участию в сообществе, ну, такой же как бы мини-проектик внутри «Бабушка на час». Большинство как бы семей, ну, даже их можно сложно назвать семьями, то есть как бы они неполные, то есть как бы очень много. То есть мама воспитывает единочка. Естественно, то есть никуда от ребёнка не денешься. И вот «Бабушка на час» было бы вообще самым замечательным подарком для них. То есть наше государство, оно даёт достаточную пенсию, чтобы мы могли это себе позволить. То есть как бы... Но бабушка, она должна быть такой, она должна быть как бабушка быть. То есть как своя, как родная. То есть всё равно это некая социализация происходит. То есть происходит пересечение, то есть незамкнутое сообщество. То есть в принципе мы можем... Замкнутым сообществом не должно быть. То есть мы не должны создавать резервацию. То есть как бы мы должны сделать так, чтобы ребёнок был таким, какой он есть, и в то же время социализирован. Что он мог, когда вырасти, жить один. То есть да, ему должна быть некая такая, ну, ненавязчивая помощь соседей, там, или каких-то друзей, там, ну, как бы в кавычках можно взять, то есть, ну, которые будут ненавязчиво помогать ему в жизни, то есть, ну, в каких-то таких аспектах, то есть, но он должен быть самостоятельным. То есть в принципе это наша цель. Хорошо, то, что это не болезнь, мы выяснили. Давайте сейчас прервусь, а поскольку заговорили как раз вот о работе проекта, о сообществе, посмотрим небольшой сюжет, который подготовили наши журналисты. Синдром Дауна. который обнаруживается у ребенка, становится приговором судьбы и природы, который не подлежит обжалованию. Родители, как правило, замыкаются в себе. Как правило, семья изолируется из общества. Как правило, никуда не ходят. Детей никуда не выводят, потому что общество наше еще не готово в полной мере принять людей с ограниченными возможностями. Череповце большое внимание уделяется таким семьям, поддерживает родителей и помогает детям с синдромом Дауна и проекта «Родительская академия» программы «Дорога к дому». На занятиях мама и папа с гордостью рассказывают о маленьких победах своих малышей. Но в планах у родителей создание своего сообщества. Идея родилась в процессе взросления варит, когда мы столкнулись с определенными проблемами, которые не знали сами, как решить первое и второе, когда появился какой-то свой багаж знаний, опыта, который, может, можно было передать уже другим людям. И вот этот симбиоз отсутствия и, наоборот, наличие знаний натолкнули нас на идею о том, что нужно собираться, нужно общаться. Раньше считалось, что все люди с синдромом Дауна имеют тяжелую степень умственной отсталости и не поддаются обучению. Современные исследования показывают, что большинство детей с синдромом Дауна могут научиться ходить, говорить, читать, писать, вообще делать большую часть того, что умеют делать другие дети. Нужно лишь обеспечить им адекватную среду жизни и соответствующие программы обучения. Эти задачи и планирует решать будущее сообщество. Такой сюжет о работе сообщества, то, что инициативная группа является, это хорошо. Давайте вернемся. То есть мы выяснили, что это все-таки не заболевание, это генетический сбой. Генетики могут на ранней стадии определить сбой. Достаточно большую долю вероятности, насколько я понимаю. Когда матери говорят о том, что возможен риск появления ребенка с синдромом Дауна, что дальше врачи делают? Приходилось сталкиваться в вашей истории? Да, у вас есть риск, как мне сказала генетика, родить ребенка с синдромом Дауна. Он составляет, допустим, 0,3%. Но если 0,3% это такой низкий процент, чтобы родить ребенка с синдромом Дауна, что мы же все не верим, это же не с нами. И маленькими буквами на бумажке с результатом анализа было написано, что вы можете родить ребенка с синдромом Дауна, а можете и не родить. То есть 50 на 50. Это дело случая. Это не зависит ни от чего. Дети с синдромом Дауна рождались всегда. То есть тогда, когда у нас экология была детственно чистой, то есть и 100 лет назад, и 200 лет назад, и они будут рождаться всегда. То есть от чего это зависит? Самый загадочный синдром фактически. То есть не зависит от того, пьют ли родители, курят, или еще что-то. Какой-то класс своей принадлежности относится. То есть так получилось. Ну вот так получилось. То есть надо принять это, и это судьба. Когда вам дали эту бумажку, как вы принимали решение? С кем советовались? Тяжело ли было принять решение? Дело в том, что по результатам анализа у нас было, что возможно, то есть 1 к 700 родится ребенок с синдромом Дауна. То есть 1 к 700 – это очень большой процент. То есть как бы и в принципе-то, конечно, мы не верили. То есть это, ну, родилась Варя тоже. Тоже это процесс неверия, он достаточно долго затягивается. И вот мы же все строим будущее, правильно? То есть мы все строим будущее, что у нас будет ребенок, он будет самым лучшим, самым хорошим. И тут нам раз, то есть как бы и сообщают, что у вас родился ребенок с синдромом Дауна. Конечно, в одночасье там принять какие-то вот это, что мы не будем, допустим, отказываться от этого ребенка, или что, способны очень немногие. Но в нашей семье такого вопроса вообще не стояло. То есть отказываться или не отказываться от ребенка. Конечно, то есть в роддоме нам ничего не говорили. В отделении недоношенных, то есть куда нас поместили, нам рассказали, да, что у вас ребенок не будет ни на что способен. То есть всеми способами отговаривали взять ребенка. Но когда встретишь наше просто не то чтобы сопротивление, а конкретное, что мы будем брать ребенка, то есть это наш ребенок. И вне зависимости от того, хороший он или плохой, он просто наш. То есть как бы и мы должны его принять таким, какой он есть. А не отказываться только от того, что он родился не такой, как все. Вызывает восхищение ваша позиция. У нас есть звонок в студию. Давайте послушаем зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир. Мне бы хотелось задать вопрос маме, у которой ребенок с такой болезнью. Какая перспектива у вашего ребенка в дальнейшем? У вас мальчик или девочка? У меня девочка. Какая перспектива у этой девочки? Выйти замуж, родить детей. Есть такая перспектива? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я надеюсь, что в принципе она будет достаточно самореализована. Конечно, выйти замуж, родить детей, но это страшно с моей точки зрения, потому что сможет ли она потом реализовать себя в качестве матери и не переложить эту ответственность на кого-то другого. Я надеюсь, что она и без семьи, и детей, и просто при поддержке своих родных и близких будет достаточно самодостаточным человеком. В этом как раз и есть идея создания некоторого сообщества, где бы она могла быть кому-то полезной, нужной. И я много раз видела Варю. Она приходит в нашу службу. Девочка во многих вопросах отличается от своих сверстников как раз хорошим поведением, адекватным представлением, что свое, а что чужое. Она прекрасно обращается с планшетом. Она, в общем-то, вызывает восхищение. Она дома прибирает игрушки. Она совершенно адекватно ведет себя в магазинах, на детских площадках. И это как раз вопрос для размышления для здоровых родителей о способности тоже научить чему-то ребенку. Вот как раз Варя вызывает много восхищения. Это великие победы, великий труд с вашей стороны. Ведь работать, обучать, развивать ребенка с синдромом давно гораздо сложнее. Это не просто сложнее. Это ежеминутно и ежесекундно. То есть получается как бы обучение ребенка. Но когда к этому привыкаешь, это уже становится просто нормой. То есть это некий образ жизни, который нужно применять, понять и просто поменять что-то в себе. Хорошо, спасибо. Время, к сожалению, подходит к концу. Минувшего воскресенья все праздновали День Матери. Татьяна, хотелось бы в первую очередь вас поздравить с этим днем, поблагодарить за ваше мужество, пожелать здоровья и терпения, чтобы у Варьи все было хорошо. Спасибо. Елена Николаевна, Татьяна, спасибо за беседу. Время подошло к концу. Напоминаю, что это была программа «Точка зрения». В студии работала Михаила Фоменко. Всего хорошего. До свидания. Увидимся в следующий понедельник в 19.40.